Все больше число пенсионеров в Германии продолжает работать. В настоящее время насчитывается 1 миллион 123 тысячи работников старше 67 лет. Эти цифры предоставило Министерство труда на официальный запрос левой партии в Бундестаге. Из более чем миллиона работающих пенсионеров 251 тысяча является плательщиками социальных взносов, а 872 трудятся на условиях неполной занятости, то есть на мини-джоп. По мнению левой партии тот факт, что большинство пенсионеров занято исключительно на так называемых мини работах за 520 евро в месяц говорит о необходимости людей работать даже после 67 лет для того, чтобы зарабатывать себе на жизнь. К сожалению, многие из них получают минимальную пенсию и зависят от дополнительного дохода. По мнению левой партии это очень печальное развитие событий и симптом разрушенной пенсионной системы. Они считают, что для многих это абсолютно не добровольное решение, а необходимость, чтобы дотянуть до конца месяца. Именно поэтому на прошлой неделе лидер парламентской группы от левых в Бундестаге Дитмар Барч выступил за неочередное повышение пенсии как минимум на 10 процентов или по крайней мере на 200 евро в месяц. Он также потребовал вновь поднять уровень пенсии в Германии как минимум до 53 процентов, с нынешнего уровня около 48 процентов. В свою очередь социальные и общественные организации уже не раз говорили о том, что, к сожалению, многие пенсионеры в Германии живут за чертой бедности. Им не хватает их минимальной пенсии для того, чтобы профинансировать все свои ежемесячные расходы, а также часть из них получают социальную поддержку от государства. Но все же Министерство труда считает, что люди в преклонном возрасте после шестидесяти семи лет работают не только из-за финансовых трудностей, но и потому, что им просто нравится их работа и она доставляет им удовольствие. Конечно, не исключено, что некоторые пенсионеры действительно продолжают работать, потому что им нравится их работа, они хотят больше общения, которого им часто так не хватает, в особенности если они одиноки. Но все же, учитывая рост инфляции и цен, все же в реальности многим пенсионерам, особенно с минимальной зарплатой, не хватает этих копеек для того, чтобы профинансировать все свои ежемесячные расходы. Именно поэтому большинство из них продолжают работать даже после шестидесяти семи лет для того, чтобы у них был дополнительный заработок. Ну а какое ваше мнение по этой теме? Обязательно пишите в комментариях. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер предупредил о дестабилизации политической системы в Германии ввиду растущего числа беженцев и высоких рейтингов партии Альтернатива для Германии. По его мнению, сейчас Германии необходимо изменение миграционной политики, а также конкретные эффективные меры против неконтролируемой иммиграции. В противном случае, как выразился Зёдер, мы поставим под угрозу стабильность нашей демократии, так как, по его мнению, страна уже находится на пути к разрушению, которой движет партия Альтернатива для Германии. Как уже не раз высказывался Зёдер и не только, также другие политики, что на данный момент многие жители Германии очень серьезно недовольны решениями политикой федерального правительства. Уровень доверия населения снизился и, соответственно, люди хотят изменений. Именно поэтому они отдают свое предпочтение, а также поднимаются рейтинги у партии Альтернатива для Германии. Кроме того, по мнению Зёдера, для стабилизации ситуации необходимо не только ограничить нелегальный поток беженцев, но также выслать нелегалов, которые на данный момент находятся в Германии, в особенности те, которые совершили уголовные преступления. Подобное мнение поддерживают и другие немецкие муниципалитеты, потому что многие из них уже неоднократно заявляли, что они находятся на грани своих возможностей. Им уже некуда расселять беженцев, не хватает финансовых ресурсов и поэтому они призывают правительство действовать более активно в этом вопросе. Кроме того, по словам министра внутренних дел земли Бранденбург, число нелегальных беженцев сейчас на немецко-польской границе существенно выросло по сравнению с началом лета. Только в сентябре 2023 года федеральная полиция направляла в центр первичного приема в среднем 58 мигрантов в день. Именно поэтому он повторил свое требование о введении постоянного пограничного контроля, но, как известно, федеральный министр внутренних дел Нэнси Фезер отвергает подобную необходимость. По ее мнению, будет намного эффективнее усилить проверки в случайном порядке, то есть без каких-либо подозрений люди должны проходить выборочную проверку. Кроме того, учитывая резкий рост числа мигрантов в Италии в последние дни, Нэнси Фезер также поддерживает планы президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Лайн по усилению наблюдения за внешними границами ЕС на море и с воздуха. Кроме того, министр внутренних дел Германии объявила, что ввиду чрезвычайной ситуации в Италии из-за огромного потока беженцев, они готовы продолжить добровольный прием мигрантов из Италии, несмотря на то, что его буквально недавно приостановили из-за того, что Италия не проявила готовности принимать людей обратно через дублинскую процедуру. Но все же, как выразилась Нэнси Фезер, сейчас они готовы выполнять свое обязательство солидарности из-за того, что ситуация серьезно накалилась. По данным Федерального министерства внутренних дел, с прошлого года в Германию въехали более 200 тысяч украинских граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые, следовательно, подлежат военной службе. Пока остается статистически неясным, сколько именно украинских мужчин все же бежали от военной службы, но сейчас, как вы, наверное, уже слышали, ходят слухи о том, что украинских отказников будут возвращать в Украину, в том числе об этом сообщали официальные издательства и в Польше. Угрожает ли подобная участь украинским беженцам, мужчинам в Германии? Известно, что Конституция Украины не предусматривает отказа от военной службы по собственным убеждениям, но все же есть ряд исключений. В отдельных случаях лицам может быть предоставлена отсрочка от военной службы, например, если человек является студентом университета, или отцам-одиночкам, или же многодетным отцам. Как следует из ответа Федерального ведомства по делам миграции и беженцев, тем людям, которые уже находятся за границей, беспокоиться не о чем, даже если это мужчины, которые действительно бежали от войны, от казники, в данном случае они были приняты иностранным государством и отозвать право на убежище и отправить этих людей обратно, пока не представляется возможным. Независимо от того, являются ли они мужчинами призывного возраста, женщинами, детьми, стариками, все эти люди имеют законный вид на жительство в Германии согласно статье 24 соответствующего закона. По мнению правозащитников, даже если Украина в конечном итоге все же обратиться официально к зарубежным странам с просьбой об экстрадиции дезертиров, например, с поддельными документами, то это будет возможно только в рамках уголовного процесса, по которому конкретные преступления должны быть доказаны. В интернете, в социальных сетях начала курсировать информация о том, что якобы украинские беженцы могут в Германии выйти на пенсию на 10 лет раньше, чем сами немцы, то есть с 57 лет. Действительно ли это правда? Сейчас разберемся. Как разъясняет в данном случае Deutsche Rente für die Herung, и подобную информацию вы сейчас видите на своих экранах, можете найти на их официальном сайте. Это абсолютная неправда и фейковая информация. Согласно немецкому законодательству, необходимый пенсионный возраст варьируется в зависимости от типа пенсии, то есть от 63 до 67 лет. Каждый работник в Германии доход, которого облагается взносами социального страхования, соответственно платит в пенсионное страхование. Это означает, что иностранцы, например, граждане Украины, также могут получить немецкие пенсионные права. При этом важно учитывать, что право на пенсию имеют только те, кто платил взносы в обязательное пенсионное страхование в течение не менее пяти лет и достиг, согласно законодательству, установленного пенсионного возраста. Никаких других исключений в данном случае не существует ни к украинским беженцам, ни к другим иностранцам. При этом важно знать, что минимальный страховой стаж, необходимый для получения соответствующего вида пенсии в Германии, можно также получить путем сложения страховых периодов в Германии со стажами в государствах-членах Европейского Союза, а также Исландии или Денштейне, Норвегии, Швейцарии, Великобритании, Северной Ирландии, то есть тех странах, с которыми Германия заключила договор социального страхования. При этом обратите внимание, что Украина не является государством-членом Европейского Союза, поэтому европейские правила не применяются при рассмотрении пенсионных заявлений и стаж, который был приобретен в Украине, также не учитывается в Германии. Что касается граждан Украины, то согласно немецкому законодательству все же есть некоторые исключения, но они касаются очень небольшой группы поздних переселенцев из Украины. То есть в данном случае в индивидуальном порядке рассматривается вопрос и возможно тот стаж, который был приобретен в Украине, им будет зачтен в Германии при начислении пенсии. Но все же стоит помнить, что здесь действуют абсолютно обычные, стандартные согласно немецкому закону возрастные ограничения, то есть выход на пенсию 63 или 67 лет и никаких других правил или исключений. Это означает, что не стоит верить всему, что говорят, пишут в интернете, в социальных сетях, потому что очень много недостоверной информации и ее всегда необходимо перепроверять и доверять только надежным источникам. Это были основные актуальные события. Также не забывайте, что еще больше полезной информации вы всегда можете найти в наших соцсетях, а также у нас есть телеграм и второй чип-канал. Все ссылки в инфобоксе. На этом я всех благодарю за внимание, будьте здоровы, берегите себя, отличного вам настроения и до новых встреч!